У коммунальщиков из-за непогоды настоящий аврал. Если бы не их круглосуточная работа, город оказался бы под водой. Как сегодня заканчивалась их напряженная вахта и ценят ли это горожане в репортаже Марины Конодаковой. Новенький АСКАМАЗ за короткое время набирает в себя 10 кубометров воды. Но даже ему самой современной машине спецавтобазы ЖКХ придется сделать с десяток рейсов, чтобы осушить лужу у дома радио. Здесь настоящий потоп. Редкий пассажир сойдет на остановки, а пешеходы стараются выбрать другие пути. Чтобы было понятно, какая опасность грозит пешеходам, предлагаю посмотреть глубину лужи. Собственно, даже в резиновых сапогах здесь надо быть очень аккуратными. Сколько времени будете работать здесь? Пока всю воду не откачают. Но почему у вас сегодня жаркий день? Очень жарко. У вас и очень было жарко. С улиц города уже откачано более 2,5 тысяч кубометров воды. Это в 9, а то и в 10 раз больше, чем после обычного дождя. Работает 7 АС-машин и 2 помпы. Это все, что есть у города. Просто это все зависит от осадков. Понятно, всего, когда чего-то не хватает. Если бы больше было техники, понятно, было бы лучше. Ну, как бы работаем. Техника работает круглосуточно. Меняются только водители, машинисты. Кто в обход, а кто и прямо по проезжей части. Люди как могут преодолевают затопленные участки. Но не все спешат ругать коммунальщиков. Конечно, наши коммунальные службы не доработали. Потому что таких служб по всему городу очень много. Надо лучше работать. У нас же нет таких штоков. Как вот раньше город строили, этого не предусмотрели. Вот так оно сейчас делается. Это от природы все зависит. Они же тоже не могут все сделать и успеть. Под водой оказался не один крупный перекресток столицы. Однако роста ДТП это не спровоцировало. Чудом удалось избежать аварии на улице Вяткино, которую подготовили для ямочного ремонта, но затянули с началом работ. Сильный ливень скрыл дыры в асфальте, и редкий автомобилист за эти дни в них не угодил. Подрядчик поступает так уже второй раз, поэтому мэрия вынесла ему предупреждение. Правда, озвучивать название организации чиновники не стали. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вестихакасия. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вестихакасия.